вот сегодня у нас получается 3 марта о подошла подошла жучка моя зиму то прокормили смотри какая справная ты нога мой моя жучка замечательно всех собак тут прикормил не лают еще не теперь такие ласковые стали вот а володина в дом освобождает от снега сегодня мы убираем снег стало тепло и чтоб крышу не проломило вот он подходит и берет видите какая там ну там метр а то и больше снегу это наш дом вот ползунова 6 ну гуляй давай а вон то 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 здание стоит а там около дома стоим вот этот какой-то построили ветеринар на а вот там сбоку слева видно красненькие вот это как раз и есть краевой суд был вчера мы там были музея истории искусства литературы там все это как краешек видно вот я тут все время напоминает мне тут меня судили осудили отправили по этапу вот так а володя мой носит вот он почерпнет ему туда не залезешь вот тут он залез и снегом то завалил лестницу это а то у нас он заходим тут молиться а он заходит там осторожно с проводами электрическими смотри не забудь вот он каждый снег берет и протаскивает его чтобы сбросить было куда иначе тут машинам не проехать вот она как откуда ну а то что солнышко тут не даст смотреть я бы залез наверх а тут лестница то вся вот она или как завалено видно к ней не подберешься вот она откуда надо лезть и это уже о воде тут старается потом сойдешь у меня ко мне туда на сарае вон там я 2 сара часа убираю маленько отдохни а то ты как зашел вообще у тебя без отдыха ну-ка попробуй давай володя вообще отдыха не знает вот он как давай давай вот говорит на можешь посмотреть идет или нет запись проверь а то с меня останется что я не включу идет 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 полез я отсюда вот это горка а я нарастаю а это смотри я помоги сюда я покажу а что в кормушке то в кормушке это что от голубей остается ну так вот насыпаю а вот это вот висит сало свиной не соленая везде это дятлы прилетает они долго вот и смотри как выдолбил кота он придет это же питательно он только подолбил ему не надо там под корой червяков то искать то а я оттуда вот так сороки прилетают ворона у меня таскает там у меня мясо в бедре висит я выхожу деву раза три кормлю ладно надо купить тут 5 складов у нас до лагеря вот эта голубяки моя видно там кошки сидят вот отсюда можно залезть надо ремонтировать со дворечниками но оторвалось а от гребел то угля у нас тут придет тепло надо скорее меня нападали священники на украине а сейчас им некому они бросают свою пасху я их не обменяю вот так ну просто надо было чуть-чуть маленько следить каким они озлоблением против меня воевали никогда не видят единственное что попросился не буду фамилию называть не везет мне на андреев несколько андреев и все одинаково в моем мире попросился ко мне друзья попросили а потом увидел я ему дал такой материал о хрещении написал что полное погружение надо он мгновенно прямо там мгновенно я утром только узнал вижу у меня людей меньше стало моих друзьях они не просто не согласны а у них какая-то отъявленная такая злоба он всем сразу сказал кто с хлопкиным игнатием будет переписываться из друзей выброшу но люди то у него по всей стране дома он бы сказал да при счастье не допущу я знаю я посмотрел какие глаза у них как смотрят призу снять вот эту с них одежу то и где-то выставить вот просто глаза какого-то дикого хрика это дикий кабан почему святые видели этих еретиков в виде кабана стоит говорит вепер с обрезанными там ушами и прочее прям мгновенно и везде начинает говорить то смотришь они с генералами фотографируются то горшки какие-то серафимова чугуны на голову надевает от боли они все головой болеют почему-то эти папы я думаю от злобы меня бог мелал 76 год я не знаю что такое головная боль почему у меня нет врагов я пытаюсь на него выйти он заблокировался к себе не допускает как жара как же он с людьми то работает ну я не такой но ты мне скажи ни одного слова ни один не говорит а прямо другим и другие приходят проходит неделя а люди выходят обратно возвращается готова мы спрашиваем ничего не говорит а почему он вас назвал еретиком то такие были времена они пришли опять это говорит дионисий александрийский киприян карфагенский тупость невоспитанность православных считали эритиками а ретиков православными я вот копаю сегодня почему-то мысль все время это идет и ко мне они заходят иногда в мой мир я то не заблокировал а к ним я зайти не могу написать ничего и не могу почему если я виновен ты мне открой святую библию покажи я тоже человек хочу спасти с него ничего не может сказать главное воюет против таинства вся эта экономия помутненный разум никаких правил нет нету а вот регламент петра первого антихрист на русской земле все погубил и развратник пьяница сквернослов а он венщины на царство венщины на царство то будет антихрист правильно говорит осипов по всей вероятности все-таки русская церковь примет антихриста потому что они все царя царя искупителем его называют какой искупитель когда христос искупитель вот алексей ильич абсолютно правильно это говорит по всем признакам что венщаться будет антихрист именно у русских русский патриарх будет венщать его русские люди готовы его принять кто-то придет и кто-то выправит нам положение да кто же выправит а ты помолись чтоб злобы то это не было не так не так а ты опубликуй материал а ты можешь что-то сказать нет сразу сектант самая большая секта все знают все это московская патриархия а чего она отсеклась от вселенского разума от святой библии это люди я же не свои слова говорю я церковь я для ней тружусь но непрерывная ложь тройная ложь я называю между посомами между священниками архиереями да и везде все покрыто ложью и все что-то мной занимается разной епархии там 3-4 года и нигде ничего нету нигде одна злоба и ложь а сказал бы генерал какой генерал сфотографировался ничего нету если еду меня фотографии вот я вчера был это директор музея большой музей огромный музей там четверть миллиона проходит через них в год данные все выставил а вы говорили себе так вы не понимаете зачем я пришел я во первых там могу не один раз выступить я устанавливаю знакомства не на один день дальше я принес подарок книги вы-то ничего не даете сфотографировался с генералом с архиереем и вы ничем не обязаны а мы обязаны этот дом в котором меня судили я тут арестованный был в этом музее там музей не был тогда краевой суд был кого судить это мы рядом даже не стояли по жизни то по нашей вот я какой вот есть вот вчера я пришел директор вот в этом вот со всем как есть фотографируемся вместе как он еще думал то не знаю расстаемся так и расстались по-хорошему мне надо чтобы мои дети там были приняты счастью это я говорю о книгах а книги увидят многие из-за книг дам визитки найдут наш сайт многим он и дятел прилетел прямо на проводах сиди так и на храмом видать в конце он полетел вот он как у нас на дворе есть какая береза и самая большая ель в окрестности такой пушистой больше нету я как иду мимо и молюсь за того человека который посадил я пришел на все готовое моего только сарае здесь и вот копая с чем это связано что я думаю именно об украине не знаю они где-то счета все это чужое они ни к чему не привязаны я любой снимок покажу он мне дался с трудом вот мы сфотографировать библиотеку я для библиотеки этой прошел чтобы пройти туда 50 тысяч километров ночевал где-то в лесополосах подвергался опасности нападением едем среди мусульман перед тем как поехать я справки навел тех которые там были в мусульман не под каким видом не ездите вам то все равно дескать а вы этих то людей то погубите ничего этого не было нас мусульмане приняли как родных братьев и мы беседовали мы оставили в каждой библиотеке национально во всех республиках всюду и везде оставили глубочайший след даже в турции мусульманской у них то ничего нету они только почему потому что зло бы все затмило я их знать не знаю они нападают откуда-то идут какие-то священники еще и нужно так меня так если не прав я вы покажите открою покажи глава и стих через двоеточие пишется не через запятую попутно сказать и вот тут мы поговорим на основании святой библии по ней нас бог будет судить а если по ней будет судить ну какой разговор то по ней надо и жить конкретно участка зашел я заблокирована сейчас в моем мире так щадяще считать могу отправить не могу почему под видом у вас не очень сложный пароль а у меня пароль 38 знаков и там разные знаки на английском языке скобки кривые там не поделать 10 компьютер 10 лет будут работать но под видом таким вроде вот поэтому я переменю она ту же опять даже ни одного послания нельзя сделать но перешел там под другими образами это позвонит кто-то как-то а почему не знаю я знаю то восемьдесятом году меня арестовали была олимпиада в москве и поэтому было дано указание за 100 километров ближе к москве неблагонадежные люди как государство считало нас на меня арестовали я пробовала четыре с полной на месяца а потом выпустили всех и все ничего это я считаю сейчас этот боязнь майдана в россии они подбирают все это блокирует а так щадящим где-то а я разве за то чтобы был майдан наоборот я везде говорю не дай бог этого дай господи нам истину сохранить ты нам дал ее вот к нам кто-то еще и приходит это сергей сергей да дорогой брат наш хозяин нашего урагана у тебя урагана то с тобой нету нет ураганщик наш и от работаю а сам об этом думал видишь сколько в два этажа теперь не поклониться ничего нельзя он у меня сползает вот я тут видишь скинул смотри только это лопатой не задеваешь крышу то аккуратненько вот я тебя ставлю бог дал помощник даже так я даже не ожидал это вот вокруг нас так вот это вот человек живет данелия кажется фамилия его видите к ему провода идут от меня там голуби садятся я спросил разрешения залез у него на крышу и вон там по видно нет бутылки висят голуби когда садятся а вот провод идет я за него подергаю сейчас покажу там как и он мне разрешил это сделать потому что голуби садятся на антенну летать летное качество вот я вспоминаю говорят виде как рассказе к такого батюшка нанял одного цыгана ну и пошли они там сено копните пришли а там шалаш стоит как это ленин шалаш это был дождик маленькая ну-ка выйди сын мой посмотри батюшка цыгану то говорит цыган вышел у батюшка заморачала на здоровье после обеда посылает ну сын мой ты посмотри может там уже и дождя нет он вышел солнышко батюшка пролупила на пропасть главное что поесть и лежать у нас такая цыганская психология у русских пока его не пнуть не придавит поэтому всякое гонение злословие что на меня это мне дает живость я внимательно смотрю тогда более бодрых и жало вплоть жало от сатаны трижды молил павел говорит а господь говорит довольно для тебя благодати мои я прошел через множество смертей буквальном смысле и поэтому это что они там ворщат говорят сейчас я верну там погляди как я подергаю а я люблю голубей мне это интересно что у нас венечек обметать у тебя ноги чистые заходи я покажу я ухожу тут положок опускаю чтобы голуби подойди посмотри потихоньку зайди вот видишь они делают у меня сюда зайди это оправляется я уберу бумага заслана я здесь а вот тазик они у меня купаются потому что им это нужно это горох с пшеницей вон они мокрые вот они где смотри вообще молодой то его месяц и неделя под две наверно уже а там новая вывелись ну-ка а он сидит на них а ну-ка покажись ой ой надел посмотри потихоньку шаги он не дает смотреть то ой 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 охота же посмотреть то ну подожди маленько ну ай ой 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 хвоста распушил ты гляди хвосты у него какой ну ладно ладно ну ну покажи ребятишек то своих ой 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 ну чё там у тебя за сокровища то глянька какие сидят подожди маленечко тебя отпущу ой ой да да недовольный вот они какие все тут недельная на большие уже какие уже ушки открылись а а вот видишь хвостики то черное то в отца это от него унаследовали у них там жижи там ничего нету вот они где гляди какие крылышки господь все заложил и почти одинаковые это хорошо что одинаковые ну что-то тут на ней и вот они у меня сидят вот а тут вот у меня вода вот покажу сейчас где как вода вот вода есть а под ней чтобы не проваливалась вот это вот лежит вот а это закрывает крышку для того чтобы там у них ничего не было вот они туда не попадает помет вон они сидят малышня моя надо сейчас залезть и наверх пойдем посмотрим пока держи попутно наверх вообще удивительно вот я ухожу компьютер закрыл вот он у меня видишь как он закрытый и попутно вот сейчас это покажу все тут меня пришло за это время вот оно что пришло это написал мне юрий соболев сейчас я считать тут не могу я переношу к себе вот сюда вот вот аминь аминь игнатий тихоныч вот от этого то несоответствия и возник мой вопрос весь ног на голову все поставлено но насиха исихастов спрашивает когда ты смотришь на это глазами традиционного православного батюшкинца то перекоса этого не видишь но стоит взять в руки святую библию меч обойду остры и вопросов к нашему благочестивому преданию преданию не предания преданию все больше и больше тут ловлю себя на мысль это сколько времени благодаря вам с помощью божьей вы травли из себя эти басни это вон вылезает а что говорите закорринелых православных и только мечом слова божия отсекаются эти мифы бредные видения еще раз поклон вам и помощь игнатий тихонов а из-за чего возник разговор тут попутно даже показать можем вчера он мне и говорит это сегодня тут уже новое много мне прислали вот а он вчера мне это сказал по надо посмотреть где это сегодня 3 вот они смотри голуби целуются на снимке вот вот я ему все он мне вчера задал вопрос вот как и очень хороший вопрос я тут вот каким вопросом а то есть красноярская юрий соболев он преподает в университете в академии и ведет при епархии курсы каким вопросом серьезно озадачился голову сломал неделю вынашиваю и так и эдак его мысленно прикручиваю и так христианство экстравертно обращено вовне на проповедь суть благовестия есть спасение есть рецепт бессмертия для каждого через принятие господа иисуса христа но есть православие противоположная позиция непростое непонятное современное монашество исихазм знаю знаю игнатий тихонович вашу позицию по этому вопросу и солидарен с нею ибо писание и сейхазм прямо никак не соответствует и согласен что благодаря монашеству проспали россию но однако эта практика есть и описанная нам где есть щекам симеоном новым богословом григорием синаитом григорием паломой на руси это жития не ласорского серафима саровского вот уже шесть а вот этим вопрос эти вопросы как бы несколько в одном если первые подвижники принимали это как средство для стяжания духовной силы то почему афонская и русская традиция это соделал эту практику конечной целью понимаете какие большие вопросы если человек наполнялся духом божиим и весь не вечерний светился то почему дух не открыл ему конечной цели благовестия но уже необычного благовестия а уже с помощью обретенной им духовной силы почему дух с большой буквы не вывел монахов и сихастов из пещер и не отправила свидетельства всем народом и может ли быть такое что человек был весь пронизан с духовным светом а духом не водим или и сихаст уже действительно как говорят монахи реально достигли ангельского чина лишь созерцают бога и славят его вот никак у меня эти позиции не стыкуются игнатий тихонович помогите я пишу если ветхозаветние события были образом для будущих поколений чтобы эти новые не были походливы на злое в скобках значит те даже святые по названию были все же не в этом состоянии постоянной святости почему моисей не вошел в обетованную землю я вопрос ставлю за что саул был отвергнут навсегда если обмирание у сектантов было и истинно вот они обмирает воскресает и они видели рай и прочее то почему за столетие ни одному не было там открыто что они не в церкви значит откровений много они одного истинного и выходит как и всегда на первое место сначала нужно разрушить свое я отбросить растоптать а потом уже остальное на то насаждать то есть сначала надо разрушать потом насаждать и тому прежде не давать место не подбирать его со свалки притча 424 отвергни от себя лживость уст и лукавство языка удали от себя языки или 3 18 31 отвергните от себя все грехи ваши которыми согрешали вы и сотворите себе новое сердце новый дух и зачем вы умирать дом израилев луки 9 23 ко всем же сказал если кто хочет идти за мною отвергни себя первое возьми крест свой и 3 следуй за мною и риме 1 10 смотри я поставил тебя все день над народами и царствами чтобы искоренять и разорять губить и разрушать четыре и потом только созидать и насаждать и так 1 коринфянам 5 7 очистите старую закваску чтобы быть вам новым тестом так как вы без квасны ибо пасха наше христос заклан за нас 1 коринфянам 5 8 посему станем праздновать не со старой закваской порока и лукавства но с опресноками чистоты истины это я отвечаю и по это я добавляю через скайп и еще ко всем подобным почему к этим вопросам которая вызывает почему почему ни одному апостолу не было это открыто что вот эта молитва стоять на месте тысячу раз повторять десятки тысяч почему апостолом не было открыто и не исполнились ли сказано духом святым не исполнилось и исаи 6 9 и сказал он пойди и скажи этому народу слухом услышите и не уразумеете и очами смотреть будете не увидите матфея 13 14 и сбывается над ними пророчество исаи которая говорит слухом услышите и не уразумеете и глазами смотреть будете не увидеть я это все к исихастам отношу ко всем которые перечислены деяния 28 26 пойди к народу всему и скажи слухом услышите и не уразумеете и очами смотреть будете не увидите матфея 21 28 а как вам кажется у одного человека было два сына и он подойдя к первому сказал сын пойди сегодня работой винограднике моем но он сказал вот ответ не хочу а после раскаившись пошел и подойдя к другому сказал тоже этот сказал в ответ иду государь и не пошел который из двух исполнил волю отца говорят ему 1 иисус говорит им истинно говорю вам что мы тари и блудницы вперед вас идут царствие божие вперед исихастов 1 царств 15 23 ибо непокорность есть такой же грех что волшебство и противление тоже что и лопоклонство за то что ты отверг слова господа слова господа ты еще лет проси его не было и он отверг тебя чтобы ты не был царем царем а то там какой-то исихаст и на вершину вопроса то я пишу почему мне никогда не пришла мысль задать подобный вопрос почему вот такой вопрос как же серафим говорил что когда покидал его дух святой тогда он ошибался почему так павел не мог сказать 1 корида 7 40 а думаю я имею духа божия галатом и знаменитых чем-либо какими бы ни были они когда-либо для меня нет ничего особенного бог не взирает на лицо человека меня пугает и дома скин то другой чего меня пугаете когда вопреки библии говорит он и знаменитые не возложили на меня ничего более юрий соболев отвечает низкий поклон вам за разъяснение игнатий тихонович поистине оно наполнено силой слова божия еще еще его перечитываю я поставил такой у меня вот сегодня тут еще один интересно отвечает это попутно игорь кармалах говорит наставник игнатий ваших стихах вся суть христианской жизни кроется и все проблемы церковные спасибо вам с ними даже диалог не надо вести достаточно прочитать один ваш стих чтобы они поняли в каком состоянии находится вся церковь из-за них дорогой наставник игнатий когда приходит дух святой его первым делом является делом очистить церковь он удаляет все что препятствует свободному движению духа божия а это означает ощущение каждого человека церковь не должна иметь никакого порока все что от плоти изгоняется вон и грех разоблачается в день пятидесятесе когда сошел дух святой писание говорит что когда петр начал проповедовать сердца слушавшие были уязвлены они восклицали что нам делать чтобы спасись тысячи обратились ко христу в тот день их не нужно было убеждать в чем-либо они признавали свой грех и хотели освобождение от него и даже те кто не обращал внимание свой тайный грех также были разоблачены она не сапира даже поплатили за свой обман жизнью сегодня мы можем ходить с тайным грехом в мертвую сухую церковь и он будет сходить нам с рук но это невозможно в той церкви есть присутствие духа святого не может быть мира без праведности исаи продолжает свое пророчество и делом правды будет мир и плодом правосудия спокойствие безопасность вовеки тогда народ мой будет жить в обители мира и вселенных безопасных и в покоящих блаженных исаи 32 глава вот смотрите какие слова пишет в этот кармалак игорь теперь пишет юрий соболев ну кто это считает священники найдите этих людей привлеките их к работе они же просвещенные люди священописания знают борются с грехом и не где-то в православной церкви мгновенно отвергают все не по его мир приходит потому что праведность находится в действии дух святой удаляет из сердца все беспокойство тревогу и чувство осуждения в результате устанавливается мир в душе мир в семье и мир в доме божьем а когда божий народ имеет мир христов их не так легко заставить расстаться с ним таких людей практически невозможно заставить согрешить невозможно составить согрешить вдумайтесь в эти слова да патриарх никогда этого не говорит главно прикрыть человека я прощаю никакой пяти имени нету я прощаю ничего не прощаете вы в ад людей толкаете попы кто не дает и пяти минут златоуз говорит губит себя и того кого причащает я думаю что сегодняшняя церковь не видела еще и малой доли того что дух святой желает в ней совершить потому что не стремится к нему не стремится и сая показывает нам что происходит когда дух святой отнят есть четкие признаки по которым можно определить что дух святой отсутствует и сая описывает такие жуткие обстоятельства так вот послушайте священники еще несколько дней сверх года и ужаснетесь беспечная ибо не будет обирания винограда и времени жатвы не настанет содрогнитесь ужаснитесь будут бить себя в грудь о прекрасных полях а виноградной лозе плодовитой на земле народа моего будет расти терные волчцы равные на всех домах висели в ликующем городе и сая 32 10 13 другими словами наша жизнь перестанет быть плодоносной церковь будет находиться в духовном застое терные волчцы о которых говорит здесь и сая они символизируют пустоту сухость разочарование такие времена зачастую наступает для церкви когда в ней начинает набирать авторитет неосвященные члены церкви внося в нее опустошение вот набрали в церкви много кого вы набрали то посмотрите какие они истина в том что мы не можем изменить таких людей они так и будут жить и умрут в пустыне отчаяния и смятения как это было с израилем их сердца просто будут становиться все жестче и упорнее до тех пор пока они не станут буквально во всем противиться духу святому церковь иисуса христа нуждается в помещение это не может быть совершено с помощью человека не отдавшего свое сердце богу значит должен быть человек священник епископ отдавший свое сердце богу тогда не надо будет с голубым лобби и проще бороться то церковь будет святая непорочная это говорят люди страдающие за святость церкви то а их за врагов считают то сумасшествие в нем в чем нуждается церковь сегодня меньше всего так это в еще одном придуманном молитвослове на все случаи жизни или молитвах от болезни разного рода святынь в которых есть частица мощей все такие вещи равносильны тому что пророк называет идти в египет ощущение дома божия это дело одного только духа святого и когда он приходит он делает эту работу начиная с алтаря и кончая прихожанами и не важно насколько велика церковь она может насчитывать многие тысячи дело в том что если эта церковь не исполнена праведности от духа святого если на амбоне не стоит исполненный духа святого священник если грех не разоблачается не оставляется если в церкви нет места для покаяния то там будет одна пустота такая церковь становится мертвым домом господь и сказал дом ваш пуст почему нет святого духа на верующих церкви исаи говорит что дух святой не был излит из-за беспечности и беззаботности говоря проще причина была духовная лень женщины беспечные встаньте послушайте голоса моего дочери беззаботная исаи 32 деть обращает к женщинам пророк фактически обращается ко всей церкви этот образ встречается на протяжении всего писания в песне песней соломона автор обращается к избранным божиим как дочерям иерусалимским псалме 44 14 об израиле говорится как очередь царя других местах ветхого завета используется обращение через иона ну и конечно же в новом завете церковь известна под именем невесты христовой бог дважды предостерегая здесь израиля его беспечности сначала мы читаем женщины беспечные встаньте дочери беззаботные затем мы сайда бога содрогнитесь беззаботные ужаснитесь беспечные исаи 32 11 да такую проповедь а сегодня начните во всех храмах то говорить да найдите этого игоря то найдите этого юрия это так легко кармалак иначе говоря отряхнись себя свою беззаботность верующий ты смел в твоем грехе ты настолько уверен в себе что ты стал уже духовно ленивым встряхнись и выйди из этого состояния беззаботности если посмотреть на сегодняшнюю церковь видно как очень многие верующие почивает на своих ложах самоуверенности они презирают пророческие послания и закрывает свои уши от всех предостережений и призывов проснуться такие верующие погрузились спячку в тот самый полуночный час в которой должен явиться жених вот главное а женихе то все сказано амос пишет горе обеспечен на сегодня надеющимся на гору самарийскую вы которые в день бедствия считаете далекими приближаете торжество насилия вы которые лежите на ложах и слоновой кости и нежитесь на поселях ваших едите пьете и щас вино мажете с наилучшими мастями и не болезнуйте о бедстве иосифа амоса 636 когда исайя пишет ужаснитесь беспечные он имеет ввиду содорогнитесь от страха бог здесь обращается к мертвым церквам он предупреждает их о том что они утратили духа святого они стали церквами которые действуют и живут по плоти давай людям не хлеб и живую воду а сено и солому они любят развлечения поэтому мне нужно чтобы среди них был пророк абсолютно точно их больше интересует количество прихожан чем покаяние и праведность это предостережение исайи никогда еще не было так насущным как сейчас это пишет игорь кармалак я смотрю на сегодняшние ситуации церкви и все что я вижу это выдумки и служение человека и плоти зачастую она бессильно она не оказывает влияние на мир и я вижу что мирское входит в церковь и влияет на нее больше церковь влияет чем церковь влияет на мир я вижу музыку овладевшую домом божьим я вижу развлечения владевшие домом божьим одержимой развлечениями в доме божьем ненавистью к исправлением ненавистью к обличениям а что вы священников судите обличение считается суждением никто об этом больше не хочет слышать куда делась скорбь о доме в доме божьем куда делась скорбь в служении. Это слово вы не услышите в эту изнеженную эпоху. Вы не услышите его. Скорбь означает огромную боль и страдания. Эмоции так переполняют, что становится больно. Я вот живу с этой болью 53 года, входя в церковь. Я не могу это объяснить. Я выходил из церкви во дворе и часами стоял и плакал. Мертвая церковь. Я иду к священнику, к благочинным. Он говорит, ну что ты, Игнатий, убиваешься? Ну везде такое. Да не должно, отец Николай, быть такое. Церковь мертвая. Люди не знают Христа. Они недвижимы духом Божьим-то. Они ненавидят друг друга. Они ненавидят Слово Божие. Эмоции так переполняют, что становится больно. Острая, глубокая внутренняя боль, вызванная вашими внутренним и наружным состоянием и тем, что вас окружает. Скорбь. Глубокая скорбь. Глубокое сожаление. Страдание Божьего сердца. Мы придерживаемся нашей религиозной риторики и оживленных разговоров, но стали такими пассивными. Истинное вдохновение возникает из скорби. Вот Игнатий Бричанинов об этом подробно говорит. Вся истинная страсть ко Христу исходит из крещения в скорби. Об этом говорит Пимен Великий. Исследуем Писание и мы найдем, что когда Бог решил восстановить разрушенную ситуацию. Он делился своей собственной скорбью, видя то, что происходит с его церковью, с его людьми. Он находит молящегося человека и буквально брал и крестил его в скорбь. Мы найдем это в книге Нееме, Иерусалим в руинах. Что Господь будет делать с этим? Как Бог будет восстанавливать разрушенное? Нееме был молящимся человеком. Бог нашел человека, у которого была не только вспышка эмоций, не просто некая огромная внезапная вспышка беспокойства, которая потом затухла. Он сказал, нет, я сокрушился и заплакал, и печален был, и постился. Затем я начал молиться день и ночь. Почему так не делали другие люди? Почему они не получали ответ тогда? Почему Господь не использовал их восстановление? Вот что происходит в церкви, там застрелили кого-то. Я все время молюсь и прошу у Бога, что за этим, Господи? Покажи. И когда я говорю, а что вы на себя берете роль пророка? Я ничего не беру. Я к Богу обращаюсь. И Господь придет в момент и скажет, знаете, был среди вас пророк, а может это говорится и о тебе, кто это слушает. Ты считай по слову Божию, вымоли это у Бога. Вымоли. Не менее семи раз в день становись на молитву. Почему у них не было слова? Потому что не было даже намека на скорбь. Не было плача, ни единого слова молитвы. Все разрушено. Это имеет для нас значение сегодня. Имеет ли для нас хоть какое-то значение то, что церковь, духовный, Иерусалим Бога обручен с миром, что землю объяла такое равнодушие. Больше того, важен ли нам Иерусалим, который находится в ваших сердцах? Признак разорения, который медленно истощает духовные силы и вдохновения. Слепы к теплоте. Слепы к смешению, которое незаметно проникает. Все, что сатана хочет с нами сделать, это уничтожить наше желание бороться. Чтобы мы не проявляли усилия в молитве, не плакали перед Богом. Можем сидеть и смотреть телевизор, и наша семья отправится в ад. Есть большая разница между скорбью и заинтересованностью. Заинтересованность это то, что начинает нас интересовать. Мы заинтересованы в проекте, в деле, или в том, что нам необходимо. Где священники, рыдающие над народом, которые, как нам известно, слепы и направятся в ад. Понимаете, жизнь поистине молящегося человека начинается со скорби. Когда мы располагаем наше сердце к молитве, Господь приходит и делится с нами своим сердцем. Наше сердце начинает взывать «Господи! Твое имя было оскорблено!» Над Духом Святым издеваются. Враг пытается разрушить завет Божьей милости. И что-то нужно делать. Не будет восстановления, возрождения, пока мы не позволим ему снова сокрушить нас. Время уходит, и все это очень серьезно. Дай вам Бог крепости и силы, наставник Игнатий. Донеси крест служения вашего до конца. Это люди, пришедшие с сектантов. Это видно, соприкошавшиеся с ними. Я вспоминаю, когда я обратился в 62-м году, когда мне решили подарить Библию. Я услышал, это говорят, приезжать должен был брат, а ему не подарили, а был вечер, собрание. Это дом 50-ников был. Я ничего от них не принял. Я принял только Библию. И когда сказали, а я получил отпуск, навигационными, это месяца 20 дней домой ехать. И мне Библия, я ее не взял в руки. Я уже вышел в коридор, уткнулся в одежды, а мне 23 года. Молодой, здоровый, работая на корабле. Я весь вечер проплакал. В этот вечер дал Бог мне дар слезный. Я увидел все беззаконие в церкви, что делается. Я увидел, что я ничтожен. И чем я занимался, это не нужно. И я понял, здесь начинается новый мой путь. Я не могу смотреть, что я любил, что хотел. Я теперь другой, иной. И когда уже после дали мне в руки Библии, я вышел, я уже ничего после этого не помню. Я помню, как я ехал. Как я сразу подправился в семинарию в Загорске, в Сергеев Посад. Встретился с семинаристами, с академистами. И я увидел мертвое царство. Они не знают, не любят Бога. Я стал говорить из Писания. Я говорю, да ты сектант. Да кто же это по Библии сегодня рассуждать может? И Юрий Соболев пишет. Низкий поклон вам за разъяснение. Игнать Тихонович. Поистине, но наполнен силой Слова Божия, еще и еще его пересчитываю. Игнать Тихонович. Не знаю, разблокировали ли вас в моем мире, поэтому пишу сюда. Ваш ответ с кратким пояснением перенес в мой мир, чтобы на пользу многих вопрос не завис бы ответа, глубочайшего по содержанию и полного. Даже если у кого и нет таких вопрошаний, как у меня, думаю, в любом случае, духовная польза для считающих будет. Дело еще в том, что этот вопрос косвенно, а даже в чем-то прямо, связан с тематикой моей научной работы. И я, как христианин, не хочу, чтобы распространенная практика научного подгона фактов под желаемый положительный результат поразила и меня. Смиряю себя с радостью перед высшей истиной, перед Христом и Его вечным словом. Добавка. По скриптум. Я с интересом и желанием работаю на диссертации. Кстати, ее замысел неформальный. Апология истинной веры во Христа. Мы постоянно спотыкаясь на научное, авторитетное, а в реальности заблужденческие позиции, Аверинцева, Хоружева и прочих. Приходится не просто пересматривать все, а вдвойне. И все чаще в моей голове звучит следующая мысль. Главная твоя докторская уже давно пишется. И пользы от нее тебе и многим будет намного больше, нежели от научной. Это главная докторская наша с вами переписка, дорогой Игнатий Тихонович. Я пишу ему в ответ. Это в скайпе и прочее. Так и делай. Выставляй на своей странице. Ибо я все еще заблокирован, неизвестно почему. Считать могу, отправлять не дает под вымышленными причинами. Что пароль поменять, что он слишком простой. А он у меня из 38 знаков разного калибра и скобок. И спам вроде бы от меня идет, а я ни слова написать не могу несколько дней. А из моего мира я могу потом перекопировать и в нашу переписку на форум переставить. Мы с Володей сегодня с крыш снег сбрасываем. И вот забежал отогреть пальцы, рук и ног. А Юрий пишет. Весело у вас. Вчера ваш ролик с женой посмотрели про музей. Понравилось. Про переписку. Понял, Игнатий Тихонович. Так и буду делать. Как вас разблокируют, буду молиться о скорейшем совершении всего. Дайте, пожалуйста, знать об этом в моем мире. Я пишу. Мне эта блокировка напоминает времена Олимпиады. 80-го года в Москве. Всех, от кого по подозрению могли якобы пострадать при встрече этих с иностранцами. Их быстро упрятали в тюрьмы. А потом выпустили. Я это как раз испытал тогда. Так и тут. То есть меня посадили тогда. При упоминании Майдана в России. Они выборочно блокируют, имеющих некое влияние на других. Я так вот и подозреваю. И блокировка-то щадящая. Читать-то могу. А уж кто очень нуждается в ответе, может и позвонить. Мой телефон. Вот он. Или в скайп зайти. 8-961-230-70-60. Юрий отвечает. Да, было такое. Кажется, это называлось высылка за сотый километр. Ваша версия вполне вероятна. Особенно ролик воскресный, собрание общины, там многое. Игнатий Тихонович, политики во свете Библии. Даже я, когда слушал, шею немного вжал в плечи. Но истинно считаю так. И я пришел в ответ. Это сегодня, сейчас только переписка. Эти приведенные вами знаменитые исихасты, они что, разве могут творить молитву, только сидя в постели или дремля в храме? Почему бы им не делать это, сидя на проповедь по всему миру? Убожество, инвалидность, кастрация и пустота пустынь. И никто из них так и не ответил, почему тогда были видения, все на проповедь идти. Иов 38-37. Кто может расчистить облака своей мудростью и удержать сосуды неба? Деяние 11.5. В городе Иопе я молился и в выступлении видел видение, сходил в некоторый сосуд, как бы в большое полотно, за четыре угла спускаемое с неба и спустилось ко мне. Это видение Петру. 12 стих. Дух сказал мне, чтобы я шел с ними, не сидел, немало не сомневаясь. Пошли, шагали со мной, и сии, шесть братьев, и мы пришли в дом того человека. То есть видения были иди. Деяние 16.9. И было ночью видение Павлу. Пристал некий муж македонянин, прося его, говоря, приди в Македонию и помоги нам. Все видения одинаковые были. Исайя 62.6. На стенах твоих, Иерусалим, я поставил сторожей, которые не будут умолкать ни днем, ни ночью. О, вы, напоминающие о Господа, не умолкайте, не умолкайте перед ним. Доколе не восстановите, доколе не соделает Иерусалима славой на земле. Я пишу 5.19. Деяние. Но ангел Господень ночью, это видение могло быть, отворил двери темницы, выведя их, сказал, идите и став, говорите. И это прочитать до 29-го. Петр же с апостолом в ответ сказали, должно повиноваться больше Богу, нежели человеком. И сегодня, когда говорят и сихасты, и видения, это человеком покоряются, а не Богу. Евреям 13.8. Это я пишу Юрию ответ, сейчас, сейчас, назад. Иисус Христос вчера, сегодня и вовеки тот же. И добавляю. И Дух Святой вчера и сегодня и вовеки тот же. И вот видим, что не тот же, а разные это Христы и Духи. Тут видение обязательно икона, благоухание и повеление монастырь построить. То есть абсолютно и диаметрально противоположное откровение от этих явлений. Отчего же так? 1 Иоанна 4.1. Возлюбленные, не всякому духу верьте, но испытывайте духов. От Бога ли они? Потому что много лжепророков появилось в мире. Неважно, какое звание его. Деотреб что делал? Это близкие к апостолам люди были. Лука 17.2.3. И скажет вам, вот здесь или вот там. Не гоняйтесь и не ходите. Не ищите то, что вопреки Слову Божию Юрий Соболев. Кричу, аминь, аминь, Игнатий Тихонович. Вот от этого-то несоответствия возник мой вопрос. Ведь с ног на голову все поставлено. Когда ты смотришь на это глазами традиционного православного батюшкинца, то перекоса этого не видишь. Но стоит взять в руки Святую Библию, Меча Боя удовольствия и вопросов к нашему благочестивому преданию все больше и больше. Тут ловлю себя на мысли. Это ж сколько времени благодаря вам с помощью Божьей вы травлили из себя эти басни. И то вон вылезают. А что говорить о закоренелых православных-то? И только мечом Слово Божие отсекаются эти мифы. Бредни и видения. Еще раз. Поклон вам за помощь, Игнатий Тихонович. Вот какая переписка полезна в интернете. Это я показываю сегодняшнюю утреннюю моя переписка. Да и то еще не вся. Я копирую и каждый месяц отдельно храню. У меня сокровища неоценимые. Так, благословен Господь. Давай-ка потихоньку не наступи тут. Пройдем наверх. Еще голубее покажу. Семь минут записи осталось. Осталось? Нам достаточно будет. Пойдем. Я покажу тебе голубей. Не выключай только так еди. Видите, как мы картошку печем. Разрезаем ее и на плите. Вот она какая. А вкусная. Чем питаетесь? Вот, пожалуйста, луковки. Вот тут хлебушка, сухариков намочили. А тут компотик. Маленько где-то. Это сухари. Это нам Неанила Щукина из нашей муки готовит пополам. Ей. А это вот семечки готовим. Видишь, какие тыквы вырастут. Это Александр Михайлович Гончарук наш Михайлович кормит нас. Вот так. Уходим потихоньку. Посмотрим, что тут у нас. О! Дорогой наш брат, и ты, Алыш. Хорошо быть в деревне и лежить своим домом. Сколько тут работы. Посмотри. А потом надо ворота откопать, Сережа, потихоньку. Чтоб зайти можно было туда, в угля. Пойдем-ка я покажу. Они у голода покажутся уже здесь на улице. А ну-ка посмотрим. Посмотри. Ну-ка. Вон они где сидят, немножко. Вон они, четыре голубка. А у меня все белые. Пойдем-ка, наверное, посмотрим быстро. Покажу, что у меня там есть. Вот у меня кошки днем. Но коты уходить вы не мешаете. Давай, заходи. Я сейчас закрою. Еще пока. Чтобы мне, главное, кошки-то не выскочили. Кошки наши белые, пушистые кошки. Белый-белый-белый. Вот, посмотри, что тут можно показать. Белый-белый-белый. Так, меня пропусти. Так, подождите, кошки. Ой. Сейчас мы откроем все. Вот. Кошки мои тут. Две кошки здесь. Даже три, наверное, сегодня. Потому что тепло. Давай, заходи. Так, потихонечку заходи. А я сейчас закрою тут. А то они зайдут, поймают. Покажу, что у меня тут есть. Вот смотрите. Вот они сидят. А потихонечку, подожди, вот сюда повернись. Вот влево, влево. Вот сюда, назад. Вот они. Вот они яйца у них. Тепленькие, да, тепленькие. Вот она скоро-скоро выведется. Пара голубят так будет. Так, дальше что тут у меня? А вот посмотри ее сидит. Вот она, она парит. Разреши посмотреть, что у тебя там. А яйца, вон видно яйца. Можно не трогать. Так, теперь вот сюда посмотри. Тут еще не чистили. Не важно. Вот сюда посмотри. Вон она сидит. Ну, сидит, наверное, тоже парочка у ней. Трогать нельзя. И вот наверху сидит. Вот она не улетает никуда. Чего у тебя там? Ну-ка покажи. Ага. Вот они, два яичка. Вот четыре. Это практически восемь будет. Надо уходить скорее, а то не застынуть яйца. Вот пшеница. Видишь, сколько пшеницы. Это Игорь Барабаш дает. Без него бы у меня хана была. Так, я сегодня пришел. Подожди, я их, что они пришли. Они меня ждут. Я им беру семечки и разбрасываю. Вот она, семечки они. Гуля-гуля-гуля-гуля-гуля-гуля-гуля. Сейчас они вылезут все. Принятя. Надо скорее уйти, чтобы она не застудила яйца. Ну, сразу они не застынут. Сегодня не так и холодно. Давай-ка. Давай, сюда выйди. А я закрою. А потом... Открывай, да. Что, белый-белый-белый? Он же белый. Котика нас белый-белый. Вот он какой-то голозый котик. Ох, сколько они... Это, котя, ну-ка открой-ка там. Ну-ка, где остальные кошки? Рыжая? Иди сюда, вон она белая. Та рыжая где? Куда? Где спряталась? Рыжая. Рыжая. Где она рыжая? Нету, да? Ну, все, ладно, пойдем. Отсюда еще отсвети вокруг. Маленько объясни. Какой снег висит-то. Посмотри. Нависло-то. Потихонечку слазь. И на этом все. А, вон выше. Куда? Ну-ка назад, 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 назад. Ну-ка давай. Вон они где. Еще одного. Куда? Вот она как закрывается. Смотри. Вот она. О, прозрачная. Все. Вот такой у нас сугробик висит. Интересный. Ох, какой висит. Смотри. Висит тебе. Какой кому? Он у соседей такая. Ну все, сейчас ты мне подсоедини его. И вот, уходи. Я буду шли заниматься. Я уже наработался сегодня. Не пойдет он. Давай. Давай.